Витаю у всех, кто этим вечером долучился. Будем подчинать. Поговорим про указ Александра Лукашенко. От четвертого веростняки называется «Верметикава. Прядки выдачи документов и совершения действий». Оно меркует, что большинство знают с этим документом. На вселякий выпадок я линк на него кину сюда сразу в стрим, калі ласка, восьюн. И первый основной анализ был, на что гэта уплывает. Теперь поговорим, ну крышку больше, скажем так, уже калі эмоции сашли. Крышку будешь сурьозна. Про наступствы и на кого гэта различна. А, прошу пробаченье, одразу. Для ты, кто первый раз на стриме. Базовая мова беларуская, тому что мне так просто простей. На пытание намагаюсь отказывать на той мове, на якой пытание зададзеное. Пытание могут задавать подписчики с интервала, с гисторой подписки от пяти хвилина. Тому, отповедно, можете худенько подписываться и после удельничества обмеркований. По обмеркованию прошу максимально быть корректным один до одного. Мне не тычется, мне не можете клясть, як заугодно. На пытание спонсоров канала, а гэна тут у тым ліку означается у стриме с пыльными значками, отказу у першу чергу. Ну и дзякуй спонсорам, дзякуй тым, кто патрымляю на платформе Патреон, с пасылочкой высшей, гэта стэмулюй мене так цінах шверта ця на Ютуб. Ну што ж, ось цепер паехалі. Итак, сам документ. Па великім рахунку, ён утрымлівая два блоки. Першая, гэта датычна докумэнтаў, якраз такі перадача права або абавязку выдачы новых, у першу чергу, пашпартову, а так сама там копі пасвечні абшлюбек и так далей, Міністэрству ўнутрыных справаў, а не Міністэрству замешных справаўк балураней, для грамадзяну, які стаяць на консульскім уліку. І адпаведна звужаны пералік натаряльных дзейкі могуць ажыцявляць якраз такі консульскі установы за мяжою. Ну і апрочуся гу іншы гад, па колькі гэта пералік звужаны, то ўсі операциў з нерухомаўстю, ўсі операциў з маўомаўстю, які жыцявляюцца па доверності, яны, ну і ў докумэнті гэта праписана, но апрочу, яны могут быть признаныя саправдными, або могут дзейсняцца толькі в ападку, калі доверності, выдадзіна на тариторіі Республіки Беларусь. Ітак, перша і базава ацэнка. Вось Лукашэнка вырышу ад помстіць беларусам, які, як бы сказаць, яго не патрымуць, які па ехалі ў миграцю. Так, па ўнай мерай гэта так, гэта ацэнка справедлівая, але ёсць яшы адна вельмі істотная калічнаць. Гэта структура беларускай діаспоры. Тому што там ёсць реальны палітычны актэвісты, там ёсць те, хто, кого реальна пераследувалі, те, хто апасаўся пераследу, те, хто паехаў, ну, што называеца, нахвалі ў темліку, як релакація бізнеса, ну, падаліць ад проблемав, немаючі непосредні небезпекі, і те, хто просто скорыстаўся махчымацію, каб для простейші легалізація. І тут маўам накладання адразу некалькіх процесаў адзінна адзінна адзін. Тобе ж, давайте ўзгадаем проблему ўчасткі беларуса ў литовскай республіцы. У Польщі гэта ганема, там ўшто там пакульшто, там ўшто там крышку інше миграційнае законодавство, крышку інше миграційнае палітыка, ну, але так самая своя специфіка. І адпаведна Лукашэнка пад гэта закідывае сваю ідэю обмежаванніе выдачы такіх дакумэнтов. На што гэта гульня? Першы, калі мы берем палітычну іміграцію, якраз такі не дарма даў некалькі складнікаў, то ў агульным складзе діаспора якраз такі палітычных актэвістав, якбы там не було меншыць. Менавіта актэвістов, я не кажу праперкананых, прыхільнікаў гэтак далей. Менавіта актэвістав, тэх, хто займаецць нікаля палітычна і грамацка тіншы дземністю. Іх абсалютна меншыць. Гэта людзі дакладна не вернуцца. Для гэтак людзей просто спроба створіць дадададкову, дададкова праблема, дададкова небешпеку, і паўным сэнсі адсецшы ад караннёў, сувязяў зарадзімай. Тамо што для гэтак людзей найбольше простое рашэнне, гэта падавацца на статусу тікача, падавацца на грамадзянство, калі ты можеш ўжо, но і т.д. легалізавацца ўбым іншим способы. Аля фактично гэта разрыв с країны подназва Республика Беларусь. Наполіны, скажем так, не той, што информацийно-теполітична, аля паўно маўмасны, по контактах на сабовым зровні, ну, і нечем, навод юридичны. Аля вытискані гэтай групы людей для Лукашэнкі на дадзянам етапі выгодны. І той, каб яны не вернулися, апрочні каторых. Я ще раз, паўтараю, то, што казал два-тры гады тому, да і год тому, што калі затягування ў формат вертання, то так, для Лукашэнкі выгодны, ну, скажем так, гучны імёны, які можуть вернуться, там пакаецца і на паўном этапі ўдзельнішаць ў палітацу, але ўжо, як па контрольной фігуре. Не на гэтам, пасля выбору. Вот зараз якраз такі дзе я памылялся дарэчі, а я дума, што яны гэту камбінацю разыграюць да выбору, ў тым ліку з некалькімі палітычнымі партамі, апроч паўладны. Те, хто глядзеў мене год тому, яны гэта памятаюць. Но я дума, што пасля выбору гэтах ўчэй будзе. Але якбы там, і чаму можна яшэ раз паўтарыць, што Лукашэнкі, в принципі, не стабилизаваўся на контроле настрою група, які агу не патрымалювали ад пачатку, і жырі, ну, ў такой свайсамблівай резерваццей ці ў свай информацийной, культурной, экономичной бурбалцы. Вот так, хто называй, вот мы спалі, і мы праснулісь. Вот гэтах прачнувшэхся. Тому някалькі таких знаковых, не то, што знаковых, али знаных имену ўему будзе патрыпна, зі імі будзе працаваць асу. Все остатніе, чым далі, темлепе тлеху. Тому, што не було да такоў конкуренція, не було да такоў проблемам, покў льон не стабилизаваўся, якраз такі с симпатиями аднасинств. Другая частка. Другая тут і политика, і экономика. Як бы там ни было, але наші саўчэнніки, гэта людзі раціональні. Знов такі отсылают давіду пера пахавані кастуся каліновску, як і памятаєте, калі ў Вильню пріхала шмат людзі з белчароно-белымі стягамі, і я тады прыводзе прыкал, што беларусі гэту, ў прынцэпі, людзі, які любец лішіць гроше. І паколькі офіціна тады гэта не прадавалас, гэта не раздавалас. Гэта значаў, што пэлны каштоўнасті, ўтым ліку національне одражання, для пэлны частки людзінах стали більш важними, альбу важними настолькі, што діля гэтага можна потратець, потратець свеўласт. І гульня гэтага ўказу, як не парадоксална, ліжыць ў речіші таго ж, той жа самая рацянальні, што меж самому полю. Тому, што пэта не просто обрубіць, прашу прабачыня, обрубіць масты, пакінуць, наприклад, машіну, пакінуць кваттеру, гэтагдалей, ну шмат для кагога, то все ж такі пэта не балюча. Та боле, што гэтага пэта не пэти, альбу десяти даля ротам застях, а гэтага пэта не таго, діля чаго чалэк працаваў дусы ду. І на базі гэтага, на аснове гэтага ў прынцэпе першая частка, што те, хто паўху па экономичных патаніях, яны так ці інакші будуть вертацца. Не обовязково, што ўна всі застануцца, но муць вернуцца, оформець пашпорт, паўхаць далей. Але па колькі ўжо бэлі перасечэні межі і все інші, чалэк будзе вельмі астерожны ў контактах з ўнтаймліку грамадскапалітычным актывам беларускай миграці. І другая частка, гэтага те, хто може працаваць в Беларусі, зіху просто пасаючы. Тут якраз такі і та ж самая лукашынковска комісія будзе да справы, ўжо башу патані на саму пачатку, што так ўна правалілас, но па велікім рахунку з гэтам згодзен. Але праз гэту комісіў пройдзе значна частка людзі. І паўная доля зіха навсядзе ў Беларусі. Паўна доля так паўдзе наззад, але регулярно матаючы. Так ж самая каў та ж самая дальнабойщыкі, які жывуць ў Литуві, альбо працуюць ў Литуві. Пытання ў тым, што такоў гэта з пункту грежжынь еканоміки. Калі вертаюцца кваліфікованны працюнікі, адпаведна їх пададкі ідуць ў Беларусі. Гэта значаў паўная спроба вернуць, ну якраз такі той, што называюць крээтывными групамі, крээтывным класам, вернуць назад ў країну. Занаго боку гэта стварыць, ну дэклаўне не то, што стварыць, гэта спроба паўна такой прасилу, праспагрозы, прасшантаж, баразьбы с кризісам працюванныя миграція, кую фактична спрычыніў сам Лукашэнка свой палітыкай. А с другого боку гэта политичный сигнал, тому, што калі хоть больш-меньш такая истотна група подобна вернице на Манавазе, истотна по колькости, то натурально, што с таким упадку державна пропаганда, она одразу буде роззимувать, што вот, вот видите, какие вот они, они все возвращаются, потому што дома лучше. А вот во всяких этих загнивающих Европах не так хорошо. Ну, гэта прыкладная тэзовая конструкция, скажем так, она даст такого убогая, ну, але набольшая БТ и идеологічная, скажем так, абслуга теперешній беларускай влады, ну, наурадці здольная. Але удаваць гэта будзе базовы такі наратыў, які будзе разгаян, што перад выбараме так сама карыстны, адразу ў поствыбарны час. Нагадаю, што выбары, реальна галасывання на пачатку 24-го года, ну, а де факта, выбарчы час ўжо пачаўся. Другі складнік. Вельмі-вельмі важны, і на яго варта звернуць увагу ў тымліку беларускім апазыцыйным силам. Я маю на увазі тым, хто працюць в диаспорі. Даваць і знову такі адкатімся крышку назад ўзгадаў, скарі з вами обмерковарюють і на стрімах, і там ў коментах под ролікамі, што гля эмиграційных центров, і такраць такі центров палітычных, зараз момент, ну, паэн эсэнсі, выбар ў мэтавэй групы. Тому што... І гэта якраз такі крызісны момант. Бо... Альбо ты спрабуеш працываць больш активна якраз такі на беларускай аудиторію, з беларускай аудиторієй. Але дзілі гэтага трэба ў нечым меняць рэторіку і ў нечым меняць тэзову конструкцію, але тады цібей не разумеюць ў значны меры палітычна активны грамадзяні, які стаяць на больш радыкальных пазіціях. Олег, коли тебе не разумеюць замежуюць тэ, хто замежуюць знаходяться, то, відповідно, ты губляєш картинку якраз такі підтримки ті одинага, ті одинага демократичних лідарів. Альбо просто уплывовоць. Тому што приходиш на свістріч, до тебе ніхто не приходить. Ти штось ти скажем так кажеш, ну, тебе кажеш фу. І ось такі випадку так ёсць різіка згубіць і тое, і тое. І частка з оппозиційных груп, ну, міжволі, яны абраалі формат, больша інформаційна праця якраз такі над і аспором. Тому што гэта бачна у тымліку і спонсарам, партнэрам знішній палітычным, які бачна, ну, ёсць людзі, ёсць які патрымаюць, не пасрэднэй небезпекі. Тобіць які не збеглі, калі зэмі ўжо можна, каш, прышлі арестуваць, не з'ехалі пасля сутак, а просто тому што не комфортно. І яны могуць на каштоўнаснам ўзроўні думкамі патрымлюваць акраз такі ідея демократызація Беларусі. І яны могуць спонсаваць, данаціць гэтак далі. Так, і хучэзуць ўсё на гэта робіць. А ціпер даваць ўявям, што з гэтай групы, ну, хацяб ад соткаў сорак, аздымаецца з'їжжая назад ў Беларусі. Альбо пачынаець чалночным шляхам матацца туды-сюды. Отпаведна. Наўд каліны шамночным шляхам. Так, ты праўжаеш, ты кажеш, я патрымлюваю, я за демократычну Беларусь, але ці будеш ты ўдяльничаць ў мероприемствах. А паколькі ты шамночным шляхам матацца, ўжо небезпечна. Ці будеш ты данаціць – ўжо небезпечна. Ці будеш ты некім чын ўправляць іншу актывнаць – ўжо небезпечна. І фактычна, таким чыном гэта таксама спроба вымыць шастку ў якраз такі групы патрымкі ў беларускай пазыць ў пазыць, ў пазыццыных центровкі знаходацца ў тыж самых вене і Варша. Так? Гэта фактычна спроба брубіць якраз такі з аднагой боку зараз меншай долю экономічны чыннік, таму што якбы там не было гэта людзі спанцаваць, асаблёва калі яны ўлаткаваліць. Але ў будучым гэта чыннік можа стаць ключавым і зменшыць яго гэта таксама з палітычна пункту ўледжыня, ну, ў прынцыпі, лагічна. З іншага боку гэта спроба удараць і па палітычному чынніку, дакладі палітычна публічному гэта демонстрація патрымкі палітычных лідару з боку беларускай эміграцый. Новій хвалі. І той і той єсть виклик для опонентів Лукашенко, якраз такі для тих групів, які ўзніклі на протягу апошні 4-х годів. Причім виклик досыць великий, і він не будя праціваць тут і тепер, тому што ў людзі по-різному сканчатся термін діяні документів. Люді не одразу натуральні, што калі вийшов гэта указ, значна щаска просто посидіць, подумай, што робить далі. Місяць, два, три, чотирі. Тому і мгненнага результата, мгненнага выніку, што інші поєдуть до дому не будь. Натуральні. Але чим далі, то більша доля буде думати, а може будь, давайте все ж таки рванем якнебудь з'назаду. І вось якраз такі на гэту групу, на гэту долю і розвіщує ціні Лукашенко. І відповідно як це розмывання групи підтримки, назовемо так, белорусських демократичних центров або демократичних організацій, у екзіле. І гэта істотний, ну, або... ...выкрик, які тяжко не зауважить. Якраз такі для оппонента Лукашенко. Вось для новой хвали белорусської позиці. А з гэтом доведеться, що сті робити. З іншого боку, є ще один на керунок, або ще один на один формат. Найки, ну, свідомо чи не свідомо, розліщує, або сподіецца Лукашенко і його на цей. Про страх або про що-небудь ще вернуться до 2-й, ну, назовемо так, громадської домовы, супольні домовы, соціальні домовы, коли хочете. Гэта калі політичні улади Беларусі не заміналі заробляць гроші на сябі, при умові, що ти не ліс в політику. І гэта працівала тому, що гэта не було, у нас не було по 20-му годі проснувшихся. Тому що, да, люди спокійно сиділи, свій бурбалці, ім було класно, можна було заробляць, країна открытая. Але при гэта, ну, були своє проблеми, які підсвідомо той тінші мера значно частко розуміло, що не різь в політику, або прилетіть. І не було значна мера спочування тим, кому прилетало. Ще раз до 20-х годів. І ну, ситуація почала м'яць в 18-й на 19-й, коли на штрафы почали реально збирати. А до гэта було тяжко. І отачання Лукашенко я не думав. А вот давайте ми зараз всіх наполохаємо і наприедуть. І не залезуть туди, скажем так, як миша під діваночок і будуть сидіть тихо. Звонку на першім етапі цілка може быць, що гэта ситуація, як би сказаць, яна буде нават у нещем паддобна, калю їх атрымаецца механізм якраз такі уплыву праз гэта указ і хочеться ён не апошний. Так, людзі приедуць, людзі будуть сидіть тихо. Але, калі паддумаць, подумкі я не будуть одячна Лукашенко? Ян будуть лічыць ягу адекватным керівніком чи ні? І от пытання, що чоловік, який сидіть тихо при прагнівшій системі, гэта не азначає, що гэта чоловік біспечна для гэта системы. І ты повіщий приклад, тут на адным з папередніх стримунів запытываліць, інак вон, сістем аддукацій, що приходзіць спробуйць, скажем так, палітэзаваць систему і середній, вийшайш едукація, так, ну я отримувал едукацію припознімців. І так вон кава все було, тобіш, гаркам партай працівав, палітнаформація проходзіли і так далі. Але при гэтым, калі люди збіраліся, от не дарма з савецкого часу па шоу термін кухонная розмова. А на кухнях то розмовы булі інші. І відповідна, от якраз такі, унічым унікальнаць, вось, кэтай супольной домовы або соціальні домовы, када зволіла Лукашенку прапітляць до 20-го года, була у тім, що навіть кухонні розмови яні не заходилися більше про палітку. Яні були обмежовані. Це означав, що внутрі не закипало. Людям було комфортно у своїй резервации. Але на той момент люди лишилися, що палітку лізти не треба. Після палітка залізла до їх. І відповідно, що вернутися у 19-18 годів для Лукашенка і Шеліпі 17-16 годів, не отримається. І навіть це саме формат, і він до чого проведі. Що так люди... Навіть щас, ти, хто верний, з вами будуть працювати, щас, їх навіть може почати робити кар'єру на державній службі. Рано чи поздно. Але ці будуться не лояльними. І ось гэта питання лояльності на любий момент могуть стреліць при чым так досать моцно. Тому... Гэта указ... Ну, гэта хоч шэй... Ну, спроба... Яшэ раз... Примусить частку вернуцца, згуляць тактычна і показаць некую свою моральну ці некую іншую пераму. При гэтым реальна стабілізація па ягонных выніках не будь. Реальна стабілізація для Лукашэнкі може быць, ну, яна і магла б быць раней, при умові, калі яны будуть запускаць паралейнне палітичне праекты з крышку іншій ідеаліуге, чын, умовніка шэй, у Беларусі і соціалізм сучасно беларускім тварам. Тады, калі гэты группы будуть цялкам підконтрольні, і Гарина буде зново відкриття кава 10 ура, так це теоретично махчі. стабилизацию так раз таки допускающий кипение на низовом уровне и выпуск пара что это такое ну давайте поглядим на российскую федерацию право либеральная партия новые люди начали с паном нечаевым даруте ли это партой значную частку как раз таки электорат таки мог бы голосовать за снос путина она забрала себе давайте глядим на иран да там есть этого рада старейшим али парламенте доходит до реальных боек причем там еще парламент утром и украинские могут позвать друзей и океранские депутаты комселия сидим на того и вот такие варианты может спрацевать алина такие варианты тут из но такие проблемы белорусской системы потребно разумные люди а система дошла до ступени деградации такой что достатковая колька с разумных людей взять тяжко и прыгать там колец разумных людей взять тяжко алиосе ш и инерции репрессий ну тогда победно мы маем вот и с года но уже и обмерковали на минулым стриме не за довольность частки наибольши скажем так отмороженных будем крестаться терминолог александр лукашенко прихильников александр лукашенко а и китом кричать что всех посадить и к так далее шукаете сюда и про белорусскую про белорусскую звуку вот и конфликты с больше умерным ну скажем умерной группой уточнение того же самого лукашенко вот на этом фоне третична разумные люди могут выйти альбус в этих самых умеренных альбу с ищих группу каких уже перестанут садить и ки будет свечит а вот этих ну теперешних скажем так напала гетут и ты за что давайте спынемся за прессиями на 1 на 2 ты будучи лечить за за наты скажем так зашкварным але как спрацевала такая система патрыбна меньше страх одного особного взятого белоруса и патрыбн розум таму еще раз вертанье в умовны 18 17 18 год на дадзином этапе вынеку вось и гэты комиссии готовы указы и спрыбы нагнать страху не отрымается тактычна и они могут отрымать пару десятков тысяч на протягу наступного года без проблем и они гэта могут показать як свой политичный перемог стратегична ну с гэтым как раз таки у их складана складана тому что нема нормальных идеев нема будучи не беларуси нормальных идеев бащени будучи не беларуси нема тому что нема нормальных людей босистама даградуя ну не так ну а теперь давайте поехали отказывать на питание отматываем так ну там хочется були пытания ки у меня часы не бачны гэта на конд документу давайте еще тады 5 хвилин про выкрики что может могут зарабить оппоненты лукашенко перше что треба вызначится зараз это формат легализации своих прихильников тут не треба казать что ну кожная держава будет выращать по-своему тут умовно как треба а брать там два-три механизма политичная с беженства будет справа сушки домоется на некую часовую легализацию дозвол на проживание у некой крайне для как раз таки громадян у беларуси папа ледойки съехали по воде политичным переконаниям и окрас такими навито максимально рекламовать это накерунок мне за расскажу что паспорт новой беларуси так книжечка прохожие я покажу что сумеюся что она будет на протягу 67 месяцев запущен колец людям удастся спрацовать верьми 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 эффективно ну дай бог как развод а пытание вот выращение и пропад пропозиции что рабить людям теперь это как раз таки пытание рашение и выбору ключевых накерунков ключевых алгоритма деяния но на протягу ближайших месяц а потому что коли проспать больше восемь месяцев недотягивающий доходу мон и каши колеи поспать до лета наступного года то улетку товарища потягнуться потягнуться до дому чему редку потому что человек и киевы их из экономичных меркованию ки зарабляя ему захочется съездить куда истет починок сподарств а деле того как здесь вот починок потребен действенный пашпорт и там он вот как раз таки ты кто может стать экономичной базой могут демократичных руков при умове процессе имя могут там донатить потребность и она тупо рвануть дату ну по меры закончения в альбу наближение закончению термин день день у пашпорта потому что я хочу нагадать что коли до конца в день не твоего пашпорта застается не так шмат часу некоторым вас адына мулять ставить на вот вижу это так до слова ну тому вариант легализации для поездок вариант легализации для того как потому что проездные документы не дает он усе полна ты про праву на распоряжение финансы моем оси в этой даре украине побыту накратить кашу тут фактично зараз мяч на боку оппоненту лукашенко есть некорки крае ну деда с такого великая колька с беларусь есть неколький узору микро цена законодавства у таким выпадку перших это поставить на базовую украину другое для инших краин выпрацывать что стек шталту башни работам дорожной карты як легализовать беларусь у себе и механизм привезший приклад ту же самую там сутсетку по европейскому союзу когда мы говорим про краины европейского союза олега этот раборобить вельми еще раз не заявы не размова про гуманитарные калидоры а конкретные алгоритмы и советами алгоритм министерства внутренних справов мзс конкретной краины об украине побыту ну и с ведомства козы мать иммиграции коллег это не мвс нек так на это у людей есть приклад на по уходы максимум потому что же просим 8 месяцев почти нет эффект выглядеть вертать не так пытались к коллегу двадцатом вводе с долю 50 плюс один взять такие могут быть до его пытание и он так вот кем разе легали на легитимен давайте так пытание как раз таки ох и снова про легальность легитимность а пытание легальности пытание легальности не доведено потому что ну докладней пытание пытание легальности не масс пункт увлечения прихильника самого лукашенко олец с пункт увлеченного тайминга у и присяки и приведению у посаду с пункт увлечения галошева не выникал с пункт увлечения раз ты разгляду с кархал тут есть пытание по легальности лукашенко с пункт увлечения реальных вы реальных выникал голосовать еще раз полтора то что казал и в двадцатом вводе за что нами не верим и мост накрывали прихильники светланы тихоноской на вот подлики волос так волос не благая система классно а лет вот рекомендую узгода узгадать что такое информационная память прозвеб архив зайти на голос узору на приклад липенья 20 года поглядеть про их на их провал у колькости людей какие готовы были супрацовнишить у гомельской на веревской и часто витебской области это фактично три в области практично далее то есть сама по протоколах это дате на ужас зажгнили что уверен и мало датина и там высветлить кто реальному пера мог альбой зарабить зарез по датинах не матч лукашенко реально проиграл минске реально проиграл учились у два областных центра это гарантован поставить у меня особи стою испытаний повод ли у сельско мясо ситуация меньше а с пункт углечения у схода то бишь подмеки волосаки показали что тихановского 6 перемогла и на взяли просто экстра поливали и вы некий соседних областей на гомельскую могилевскую область с пункт углечения просто математики но тебе есть выбор к захотвить пускай сходе ну коли заход проголосовал так давайте экстраполюм на сход коли проголосовала городенска давай и менская давайте 8 середине экстраполюм на могилевскую это все классно працуя с пункт углечения математики олег это все нифига не працуя с пункт углечения электорального процесса но верный просто приклад на вот украинский берем свободный выбор и захот украины кори у львове перомогая умон окажущая группа садового и теским садовую супрационишкой мы говорим на парламентских а у львовской в области там лику гордах супутниках это сама группа стрельском пролетая когда в область голосует так другая другая кардинально по иншам просто меньше колькость людей ки зарегистровались меньше кольких прихильник арбо меньше якосная агитация на работах это из нотки проводит до меньше колькости прихильник это значится что люди там думать по ищем экстраполюмать просто выники и твои дать на последних областях ну еще раз математично это бездакорно с пункт увлечения электориального процесса это ну блин мягко кажучи дивно к не сказать дико тому коли брать сяк раз таки все пады хоть у сынчака просто начер на прикиду в интервалах 10-15 от сотков еще раз выпирающийся на дадзины голоса там дзе на могли верифика вать и выпирающийся на аминьшу колькость дадзины где скины не могли гадат ромать у меня отрымлю что и тиха носка и лукаченко ну фактично як минимум и шли носу нос у меня шансы перемах чадзин там максимум наброшу 51 отцоток на манусь лукаченко мела шанс перемах чадругая максимум наброшу 54 55 отцотку по беларуси сулика могилёвской гомельской исходы витебской областей там у нормальной крайне был бы друге тур с пункту гледжене легитимности мы маем еще раз легитимность это речь якая часовая и она может быть пасля может зникать легитимность это тое на кольки ты згоден с тем что человек який отдае скажем так загады и распоряджение который речь он мая право их отдавать а ты маешь право а ты обвязан их выконы с тобой ты сгоден их выконыть и так легитимности у лукашенко перший ход своего кирования не было больше с населенноства решила стоим не обраны легитимность тихоноска первые четыре месяца была колоссальная алле легитимность еще раз когда то что часовая вот задать себе пытание сгодны вы поклонусь распоряджение той тяньше суд отколевые замежу к вы были допустим у больше дана от у белоруссии у на приканцы двадцатого года и сетлана тихановская закликала там выйти на марш зарубить что стеж вероходность того что вы бы кота зарабили значно большим вероходность того что вы это зробить еще 8 называть или ты носишь вы спрымаете эту особу як ту яка может давать распоряжение может рекомендовать можно казать как нос беда у лады тому так зараз есть кризис легитимности у одних и других тому что лукашенко спрогу стабилизоваться попалным меру не мающий далее пытание в вращении пытания легальности лес пробуя як наименьше зло при нам стабилизоваться на пытаниях легитимности ну-ка то есть это называется политичный процесс игрка когда по вашему лукашенко каким-то образом покинет спуск президента рб заметили его кто-то из сыновей но смотрите я остаюсь убежденным сторонниками вот с еще в августе двадцатого года записала видео это его последний полный электоральный срок то есть я убежден что вот этот срок лукашенко досиживает до конца но за исключением форс-мажора видео новой мировой войны но он может попытаться переизбраться на следующий срок без проблем ему даже нарисуют 99 и 9 даже реально проведут митинги там сто тысячные по минску куда сходят сгонят бюджетников тех кому страшно это не проблема сделать современной беларуси но причина политического кризиса который на беларуси начался не в двадцатом году а раньше пирамидальная вертикальная система условиях автократии она вырождается это означает что карьеру скорее делают тупые но лояльные послушные и зато громкие которые громче всех кричат я люблю президента чем самостоятельная умная и компетентная потому что умный комитет самостоятельно он зато задает вопросы и критику в условиях пирамидальная система когда сверху сидит человек который любит себя и считает что никогда не ошибается любой на ступеньке ниже кто задает вопросы он выглядит как опасность и причем вот это вот сама по беларуску сама улюбленность и она мультипликуется как означало тебя ты улюбленную себе чиновник крышку ниже и он улюбленную себе но бишь их правда что есть босс и к так далее и опять на такой системе нормальных людей ну скажем так вельми вельми мало нас поздно остается и парадокс вот калена переходит межу сама руйнации это коли от на на верхней узроби ты можешь нанять вельми разумных менеджеров циничных просто банально за бабло заплатившим шмат ты же сам эти чикагские мальчики мальчики спина чета экономичная дорации в португалии ну шмат где не проблема таких таких занятий да на вот беларусь давайте взгадаем лорда тимати тимати бэлла и киробил пиар лукашенко и притягнулся бил с собой там лику консультанту и до речи после возникла возникает а поколение белорусских так званых реформатору будешь молодые чиновники олег а дружине как раз таки все мага 8 9 и 20 20 22 23 году одна справа калю тебе на середнем и нижайшим узроме застают сэш адекватные люди это означает некое расшение ты примаешь и но больше-меньш адекватно вы конкурец а коли система даградовала ты можешь нанять на вот самых разумных на вот гениальных и он сформулирует судовнейшую идею и спустите на выкананье человеку у якого одна извинена круговая та фуражка натертая альбо шапка цибудзе гэта реализовано в принципе не я краски станом на цепер а вот система на и она падышла в деклане она не станом нацепер на на у девятнадцатым годе падышла вода такой межи потому что идея с той же самой конституции их и так далее она была до двадцатого года еще в девятнадцатом затискание гаек теперь это как раз таки и отсутность нормальных механизмов принципе от процелки языков и кризис мен менеджмента так сама демонстрация низкой якости системы давайте взглядаем двадцатый год от калипера стали бить калида звали на площадь незалежность строка циката гитарей вот это было опущение спробы разумных неким чинам отыграть и как копила вытромки и она при ально могли бы отыграть потому что опущение дни перед отновлением разгона 20 из нотки взгадать что было на площадь незалежностью минску там уже надливали некой символика неким мэр чем там выступали в уличной музыки то бишь гэта все перо творалось у стандартный балагану стандартно просто клавиала текущий шоу такой же сборщиха никого не хвалевала и нормальные некольки политичных расшения параллельно с гэтом она могли просто всю энергию спустить у поветра але меньше разумная система частка системы в этом людям ситуация была подавалась страшной не то что и детства справа до вращения то что в это было страшно так и ответная не пошли пер канали скажем так сама головна к у тем что ну треба зацискать долину зачислили отгребли по полную но что порубишь сами заробили сами сами отгребают но отгребают продающие громадян икраины нажать 8 и вертаешься до того что досидеть не досидит пытанию тем что система не процесс дольного теперешнего глядя уже и от победно а это цикл вот как раз таки на морально волевых на заскание гаек спокойно можно досидеть а наступны пытание бизнес-интересовано ближайших аточений на вот колей а звонку один особо взятый белару с посиневшими пальцами все еще будет держаться а вы будете казать что меня не держится пытанию тем что нам от ближайшие точения рано-то поздно выросли что ну блин а под достал то товарищ это колея сама система не зарубиться тогда есть такая штука палатовые перевороты несчастные выпадки у горшого под но кали поди по лучшим сценарий для одной особой альбо трансформация система рита дэц лукашенко заходить альбон сам передаю ладу а вот скажем так крах системы полный крах системы этой системы кирования и тады альбу пера хопливать новые силы и кида мулять шастка старых старых или тупо часовую часовой механизмы скажем так администра ванне организм эти называется республика беларусь альбу беларусь перестает ставать вот не как и варианту поделась к тому еще раз играет а цикл он достижен вера годность того что он досидеть наступный цикл ну на мою думку украй мало один умовок это посправать худко изменить систему скажем так причем якостно они изменяющие шильдышки но лет сыграет а сам лукашенко боится ну тут пытания на кольки может переступить про свой страх и он уже не таки молодой человек и он приходит под под лезунгом что хватит стране управлять надо забрать страну 70-летних сам колесик это взрослый атаковал ну тому моим так идем далее наверно ким узроле за раз репрессить есть послабление но при прессе тут протягиваются али пытание что зараз уже тяжелый тяжело ведь за и шарбоку есть ты кто выходит что сидевшие все можно пашпорт новой беларусь сможет пашпорт новой беларуси быть полного там с документом як были пашпорта литвы латвия-эстония перед советской оккупацией яка у этого пашпорта легитимность слухайте пытание нелегитимности пытание законности у першир те будут легальные подставы для того как выдавать пашпорт потребен некий орган некая структура козовляю что на урат в экзиле со своей внутренней организации со своим механизмом выдачи той же самых пашпорту колюжа на той пошла альбу легальная ну скажем так прикрытие конечно держава про что за расскажут офисе тихановской коли некая инша держав точно своего имя выдает додатковый тып документов для замежнику то легитимность который на кольке вы будучи признавать сеньши державы ну это уже особное питание нам не напоминает ситуацию похоже на политизм на палестинский беженцев ну некий огурный рсс рецалками покушнее сказал так ну папа папа шпорту новой беларуси уже сказал пытание было так из но пытание пашпорта новой беларусь ваш носит проекту пашпорта громадянина замежу и так званый пашпорт спорвони эти будем действий слухать еще раз я на это уже отказывал выпадку есть альбу формование у радовых зыре что тяжко зарабить альболе то что на что спробую працевать офис это это да не пашпорт новой беларуси можно и займаться их за угодно а лекали некая инша держава як далекатно кажуть в офисе светланы тихоноской что не конечно держава даст свои номары ну потому что у кожного номерный код это он начинает с припиской дополненной державы это буди де-факта вот я козь есть проездный документ документ замежника у той же сама почта где-то де-факта буди я ше одним документом для замежникал выдаденным той теньши краины цалка может быть что краине и кая бере под свой пеку такие пашпорты но будем называть хлада пашпортами доведеться для этого менять свое законодавство этим указом дал своим понятным еще один довольно большой козырь на мой взгляд но тут для кого для кого як для кали мы говорим про указ лукашенко и вон эффект так частка ты кто будет побаиваться ли была не такой активно в громадским поле и она может активизоваться как застаться за межой там лику легализоваться с допомогой того самого офиса и подобных структур игоря часто чувят беларусь еще как бы баба рыка допустила до выборов либо выиграв его бояку мягко пророссийский погляд на бишь популярность среди беларуси чи поделяете таку точку зору ну баба рика будь-якому разі він мав був дуже великі шанси набрати значно частина голосів якщо не виграти то дуже велику частина голосів і здебільшого якщо ми говоримо про двадцати рік то здебільшого це була фактично активність і программа і діяльність не можна сказати що баба рики тому що вони почали власну розкрутку десь за півтора року до коли самі не публічність білорусських банкірів раптом почав роздавати інтерв'ю та говорити як він підтримує в тому числі білоруську на національну культуру та спонсувати певні засоби маси інформації фактично створювати створювати навколо себе медійний пул і культурний пул і пул лідерів думок тому реально це почалося десь за півтори року до того но баба рика будь-якому разі він має надію він до речі залишається політично фігурой політичним актором Білорусі він знав про думки в оточенні Лукашенко перезавантажити політичну систему і він розраховує що після цих виборів він принаймні вскакує в парламент з власною партією і підтвердженням цього подивіться будь ласка його ролік який був викладений після того як його заарештували коли баба рика каже ну ладно по вибори ми проіграли тепер ми концентруємося на созданні політичній партії це фактично був ну ключовий план або так або через політичну сил тому в принципі він мабуть дуже гарна шанс я пойду в китайське посольство расскажу про то что режим Лукашенко и ЕС это одна демократическая мафия расскажу что он скрывает от белорусов белорусский остров ду игнорируют шляхту из рюрика деревни бог ты мой ну слушайте я конечно понимаю что в каждой стране есть своя легенда о том что все народы пошли из этой нации и в теории дарвина обезьян не было был там как говорится доисторический там поляк белорус украинец или кто-то еще этот заворот уже на втором стриме ему говорите он мне нравится попробую погуглить возможно скажем так впечатлюсь такая домовая зарплаты тают на глазах цены растут людей увольняют массово поликлиниках нет многих врачей пройти врачи айтишники классно спецы не вернуться в эту говень за колючей проволокой чтобы что можно сказать подержать кулачок но пасаран какова варианта что тема с паспортамент легенда для возвращения в рб агентуры маргинеса но на гендура маргинес это разные вещи для агентуры как раз таки я думаю что проблемы с выдачу нового паспорта не будет принципе а вот закрыть он между на выставка можливый новый совочек на год на 70 так вероходность такого есть арензара сына я лечу нет не такая великая себе спешно ехать у беларусь праза российской федерации в двадцатом годе не было решетованы и не привлекаться олег один на протесты комментового не что интернете есть огульная база с российской федерации огульная база рейска федерации есть тивы у базе холера виды возможно ли изменение систем пригрозе развала государства если существует с устой если существующих элит мотивация просто противостоять развала государства начну с последнего участие элит то есть давайте так нету единого мнения вот во всех группах вокруг лукашенко чем больше в этом копаюсь тем больше убеждаюсь есть те для кого вариант продолжения карьер в россии это идеально даже для того же самого лукашенко давайте вспомнить ситуацию до 99 года когда он пытался объединить два государства то есть он думал что сядет вместо ельцин на главе объединенного союза да и сейчас если путина кондрате хватит ему скажу что александр горючев может стать президентом объединенной страны но для этого надо ликвидировать независимость беларуси я думаю что за этим за этим не заржавеет то есть достаточно большое число людей которые думают также есть те кто более белару соцентричен то есть для них они не демократ массе своей массе свои это не кристально честно люди то есть сами не против что называется немножко отрезать от пирожочка там на коррупционных на других схемах но тут работает рациональность или ты просто в белорусскую подначальным станет в подчиненном состоянии и над тобой кто-то стоит сверху кто требует часть твоего пирога и может прийти вместо тебя либо пусть маленькая маленькая страна но своя вот с этой мотивации есть есть достаточно большая часть есть часть ну в том числе тех кто ну как бы сказать возможно реально убежден скажем так возможно реально под патриот беларуси таких тоже нельзя от отбрасывать при том что это не означает что снова таки по убеждениям они будут там где сторонниками либеральной демократии бы чего-то еще так о спонсор отписался нравишься ту думал куда все подевались так ген отказа к не было украине больше два месяца то будет додаткова размова за делом кара и никуда не ехать наводка легкости помер но принципе так логично что полный размова по он по на текалость может быть так и что люди повелись на готова бары кутную к так далее ну слухайте быть собой пытанию новых нема давайте так еще две хвилинки и и сейчас задать поспробую отказать по худкому как элиты силовиков смотрят на и мотивированы для не против развала государства еще раз ну силовой структуры немало чем отличаюсь то есть снова таки зависит от ведомства зависит от того чем человек думает но знаете мне все время почти посчастливилось служить беларуской армии по схеме который чуть позже там через четыре года получила название политический призыв а я вспоминаю как раз таки вопрос когда еще обсуждалось вариант о дкб усиление контактов с россией так далее и один из наших офицеров и вот перепись населения когда надо было выбрать выбрать язык построили батальон один из офицеров выходит и говорит что ребята у всех будет записано белорусский и один там у нас был такой паренек тогда в россии было популярно приехать в беларусь к бабушке вот служить белорусской армии годики или полтора вместо двух россии вот и к почему он говорит ну ладно тебе русский все равно никто не поверит а для остальных объясняю просто что случае любой заварушки для меня прочь и проще понятно умирать за семью которая находится вот тут вот за забором военном городке случае придется чем ехать куда-то в тьму таракане умирать хрен знает защите интерес он там было много ненормативной лексики то есть такие офицеры есть их достаточно много а игр не ведая штуку лады кто зря ценность быть позор и шейка так далее это не первый раз когда тыкаю носом спадар баркас я разумею что вы глядите кость там российского юриста и китам с пробует малевать сферичного коня в вакууме про той что такое у лада и что такое суток лику и легальность и легитимность что такое кирование я вам некольки разу зараз публично хочу кидал с посылки право на четыре подручника где ты матча со что такое авторитис что такое стоит паула чтоб к паула вы меня это писали что английского не знаю изучать не буду я вам справа поклумачившись что россия с которой державы права это пачвар нас пачвар нас потвор на хрень тому что нас потвор на кепскими прокладами и она спотвор на тым что у россии катара били с прицелами краска наута кратичную систему и что коры ты хочешь до венства хотя бы с google транслейтом погляди к лилоска не кольки варианты особенно как отличилась лидерство ваша любимая речь когда вы приводили замест политичного лидера спортивного лидера и ки бежит и не несет никакой ответственности я вам кидал на вот книжку книжку какая так и называлась отказа с политичного лидера когда вы не хотите читать коли вам пофиг когда вы все будете все еще глядеть этого российского юриста лак вам в руки вы даже пишите сюда больше я буду рад потому что каждый комментарий продвигает мое видео но если вы думаете что на какой-то ваш ролик на какую-то вашу скажем так ссылочку ближайшие несколько месяцев после того как вы сейчас у меня заняли уже три минуты на ответ вам очередной что я хоть на что-то среагирую в таком случае извините я вас разочарую я буду просто смотреть в формате галочки вот еще еще раз отписался и спасибо вам за комментарий ну что ж на этом спадарства будем завершать на этой оптимистичной ноте дякуй что за то что глядели дякуй тым кто патрымлю на патреоне дякуй подписчикам канала дякуй спонсорам канала лайкайте расшаривайте думайте традицина не погаджайтесь не верьте ни одного моего слова дыкла не вы можете погаджаться с ним погаджаться с любой говорящий головою верить снаслова нервы нью яким рази тому что человек мусить приходит до уластных по снова и это выставлено могут супадать не супадать меньше быть подобными с неподобным али ключевое кота праца уластной головы уластного снова готовность оборонить свои думки тому дякую вам не верьте проверяйте перепроверяйте но остатем радость и счастье удачи мирного неба над головой всего на и лепших удачи Продолжение следует...